Турция расположена на двух континентах, между тем на полуострове Малая Азия. Она была колыбелью древних культур. Предыстория. 30 октября 1918 года Турция проиграла в Первой мировой и страны Антанды, Франция, Британия и Италия приступили к оккупации, а по факту к разделу Турции данным образом. В зоне оккупации появились партизаны, количество которых стремительно росло. Во всей стране возникли общества защиты прав, во главе которых были офицеры и представители интеллигенции. Работал над созданием национального общества Мустафа Кемаль Ататюрк, генерал османской армии. Кое-как он уговорил Антанту о проведении парламентских выборов, не без помощи вооруженных христианских отрядов национальных сил. Результаты выборов были, мягко говоря, неожиданными для оккупационных властей и неутешительными. Большинство депутатов были сторонниками кемалистов. Вскоре 28 января 1920 года на заседании была принята Декларация независимости Турции или Национальный турецкий пакт. Турции был дан суверенитет, который распространялся и на зону близлежащих вод. Антанта обиделась и 16 марта оккупировала Константинополь и Черноморский пролив и к лету Турецкая республика начала боевые действия. Но главной ударной силой была Греция, что встала на сторону Антанты и война стала называться Греко-Турецкая война. Кроме того, президент США Вудро Вильсон предложил армянам также вступить в войну на стороне Антанты, пообещав все исторические земли Армении, что находятся в составе Турции. Первым внешнеполитическим актом кемолистов стало обращение к Советской России, в частности к Ленину, установить дипломатические отношения и оказать помощь в войне. Успех! РСФСР помогала военными припасами и пообещала, что в случае надобности может и помочь военными действиями. Однако под боком у Мустафы было султанское правительство, что подписало с Антантой мирный договор, оформивший раздел арабских и европейских земель империи. Западное побережье Турции отошло Греции, также были потеряны территории Курдистана. Договор приняли несправедливым и большевики старались защитить проливы Босфор и Дарданелла, а также Грузия и Армения согласились поддержать Антанту в ее действиях против Советской России. Советы крупно помогли туркам с боеприпасами и в августе наступили на Армению, что дало Турции овладеть утерянными землями. В марте 1921 в Москве подписали советско-турецкий пакт о дружбе. Он признал независимость Турции. Через несколько месяцев туркам опять была выдана помощь. 6,5 миллионов рублей золотом и уйма боеприпасов. Благодаря этому Кемаль изгнал греков. К сентябрю 1922 года Турция была освобождена. До 1945 года Мустафа Кемаль и его партия были в стране единственными политическими организациями. Естественно установилась диктатура и репрессивный аппарат, под который зачастую попадали курды после многочисленных восстаний. На третьем съезде партии Кемаль выделил 6 принципов его идеологии. Народность, республика, национализм, светскость, реформизм и атаизм, государственный контроль экономики. А на этом еще не конец. Это была первая часть истории Турции. Следующая будет о ее жизни с начала второй мировой. Поэтому ждите, ставьте лайки и пишите комментарии насчет видео.